Дух Святой Мы не знаем, как подбирать правильные слова, даже не знаем, как правильно молиться, но Дух Святой в нас, Он все знает. Поэтому это, знаете, это что-то выше крещи, это что-то выше человеческого умения, человеческой возможности. Я сегодня воодушевляю вас, чтобы вы поверили Богу и чтобы вы приняли этот дар. Описание Крещения Духа Святого есть в Библии, Деяния, 2 глава и в других местописаниях. Поэтому его надо принимать верой, но очень важно, чтобы вы поняли, что это говорение на них языках. Надо готовить себя говорить. Надо готовить себя говорить. Знаете, это как на старт уже стать. И просто, когда я говорю, говорите, нужно начинать говорить. То есть вы готовьтесь говорить. Если я вам сейчас говорю, говорите на них языках, вы скажете, я не знаю, что сказать, что может быть, вы засчитаете ко-ко-ко-ко-ко, та-та-та-та. Но отличие Крещения Духа Святого, что вы начнете говорить, оно у вас начнет получаться, но на языке, который вы не понимаете. И это доказательство, что Бог развязывает ваш язык, и Он дает вам молитвенный язык. И Крещение Духа Святого, иначе мы называем молитвенный язык, иначе его называют английский язык. Поэтому, пожалуйста, повторите со мной эту молитву. Дух Святого, Господь Иисус, Ты обещал, что Ты дашь каждому просящему от Тебя Дух Святой. Ты любишь его, Ты добрый, и Ты с избытком даешь этот Дух. Дух Святой, я сейчас верующий человек, и я нуждаюсь в этом даре Крещения Духа Святого. Зайди на меня, крести меня во имя Отца и Духа и Святого Духа. Аминь. И сейчас говорите. Просто откройте рот, и первые слова, которые будут приходить к вам, начните молиться. Допустим, я уже крещена, и вот так я молюсь. Ваш язык будет другой. Но начните молиться. Вначале оно будет не связано, непонятно, может быть, ну, вообще непонятно. Но чем больше вы будете молиться на этом незнакомом языке, чем легче, привычнее оно станет для вас. Это бомба, это духовная сила. И, пожалуйста, старайтесь всегда молиться каждый день на этом языке. Чем дольше, тем лучше. Пусть Бог благословляет вас. С Богом!